На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Сегодня в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге насыщенная игровая программа. Состоятся четыре матча. Динамо Молодечная дома играет с Олигорским шахтером. Химик в Новополоске встречается с Лидой. Хоккейному клубу Гомель предстоит испытание в лице лидера турнирной таблицы столичной юности. Матч проходит на территории Менчан. Жлобинский метаур в Гродно борется за зачетные баллы в поединке с местным Неманом. В Гомеле проходит республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике. Соревнуются юноши и девушки 2001-2002 годов рождения. Всего участия в спартакиаде принимает 21 команда. По три от каждой области, а также города Минска. Честь Гомельского региона защищают воспитанники областного центра Олимпийского резерва по легкой атлетике. Гомельская из душор профсоюзов Соши, Ельской и Дю США. Кстати, команда Гоцора один из фаворитов турнира. Атлеты уже с первых стартов начали заявлять о себе, побеждая в различных дисциплинах. Гомельчанка Ольга Грабцевич стала лучшей в толкании ядра у девушек. Она отправила снаряд на 14 метров 18 сантиметров. Результат далек от ее личного достижения. Однако этого хватило для победы. Чувствовался еще запас, конечно. Но это не самое мое лучшее достижение. У меня личник 15-57. Сегодня не получилось его поблагодарить. Завершится спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике завтра. В Гомеле состоялось открытое первенство области подзюдо. В соревнованиях принимали участие около сотни спортсменов. В командном зачете в состязаниях мужчин победили гомельчане. На втором и третьем местах разместились, соответственно, спортсмены из Чечерска и Светлогорска. В женской части турнира лучший результат показали девушки из Хойников. На втором месте Чечерск. На третьем – Речица. Эти соревнования были отборочными на чемпионат Республики Беларусь, который с 25 по 27 января пройдет в Могилеве. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.